Всем привет! Меня зовут Надежда, и я декоратор студии больших цветов Ольги Ольневой. И сегодня мы с вами сделаем вот такой яркий цветок, который называется вриезия. Для этого нам понадобится с вами вырезать лепесточки нескольких размеров. Первый размер одна штука, второй размер четыре штуки, третий размер четыре штуки и четвертого размера две штуки. Наши лепесточки я вырезала из красного фоамирана 2 мм. Как вы видите, почти все лепестки я уже затонировала. Края наших лепесточков будут оранжевые, но я использовала желтую акриловую краску. При нанесении на красный фоамиран акриловая краска станет оранжевой, что нам, собственно, и нужно. Также для тонировки можно использовать желтый колер, но его обязательно нужно смешать с акриловой белой краской, для того, чтобы цвет зафиксировался на наших лепесточках и не стирался в дальнейшем. Я уже заранее смешала желтый колер с акриловой краской. Наносить нашу краску я буду при помощи обычной губки. Также можно использовать кисть. Вот я затонировала наш лепесток. Даю ему время немного высохнуть, а пока я буду уже затонированные мною лепесточки формовать. Для этого я возьму плиту, поставлю ее на троечку. Также мне понадобится плафон. Нагреваю наш лепесточек и слегка вытягиваю его в широкой части, придавая ему небольшую округлость. Наш цветочек мы будем собирать на металлическую проволоку. Длина этой проволоки 50 см. первый самый маленький лепесточек мы приклеиваем на кончик проволоки с помощью термопистолета. Склеиваем только нижнюю часть наших лепесточков. Дальше нам понадобится два лепестка второго размера. Склеиваем также внизу. Немного раскрываем наш цветочек. приклеиваем с нахлёстом на первый уже приклеенный лепесток. берем следующий лепесток второго размера и приклеиваем напротив предыдущего лепестка второго размера. Дальше берем два лепестка третьего размера. Сначала я примеряю. Он должен также с нахлёстом заходить на предыдущий ряд и немного сильнее раскрываться. Берем второй лепесток третьего ряда. Приклеиваем на том же уровне напротив предыдущего лепестка. Дальше берем четвертый размер два лепестка. И на самые большие получаются. Также чуть сильнее опять мы раскрываем. И с нахлёстом приклеиваем нашу проволоку. Берем второй лепесток четвертого размера. И приклеиваем напротив первого лепестка четвертого размера. Склеиваем только снизу и между собой лепесточки. Для того, чтобы у нас был объем. После того, как мы приклеили четвертый размер, наш цветочек будет идти на уменьшение. Мы берем сейчас два лепестка третьего размера. И пятый ряд у нас будет уже чуть меньше четвертого. Шестой ряд это у нас два лепестка. второго размера. Это будут у нас завершающие лепесточки. Приклеиваем их друг напротив друга. Если вы хотите еще сильнее заузить основание, то просто используйте лепестки чуть меньшего размера. Для того, чтобы наш цветочек вставить в шестнадцатую трубу, мы уплотним наше основание. Нам понадобится бумажный скотч и обрезок изолона. У меня три миллиметра. Для того, чтобы придать толщину и меньше использовать бумажный скотч. Приклеиваем один крыльч. Поклеиваем два лепестка. Наш цветочек хорошо уплотнён и входит в шестнадцатую трубу. Если вы хотите, чтобы ваш цветочек входил в двадцатую трубу, вы берёте обрезочек чуть меньше и шестнадцатая труба, которую вы наденете, хорошо войдёт в двадцатую трубу. Надеюсь, вам понравился мастер-класс. Ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить ещё больше интересных видео уроков. Спасибо за внимание! Всем пока-пока!